Здравствуйте! Добро пожаловать на программу Вести Карачаева Черкесия. События четверга в репортажах наших корреспондентов. Сегодня глава Карачаева Черкесия Рашид Темреза провел встречу с уполномоченным по защите прав предпринимателей в республике Сергеем Рощенко, который представил доклад о своей деятельности за 20-й год. Год для людей, в том числе и для бизнеса, был непростым в условиях распространения коронавирусной инфекции. Уполномоченный рассказал о том, как принятые на уровне Российской Федерации и на республиканском уровне меры поддержки помогли бизнесу. Рашид Темрезов отметил, что большинство предпринимателей республики ими воспользовались, что позволило им сохранить бизнес и рабочие места для жителей Карачаева Черкесии. Также омбудсмен дал оценку предпринимательского климата в республике и внес ряд предложений по улучшению делового климата в регионе. Глава республики дал поручение правительству совместно с уполномоченным по защите прав предпринимателей проработать эти предложения и обозначить дополнительные меры на уровне субъекта по содействию предпринимательской деятельности в регионе. Тесное взаимодействие способствует укреплению правопорядка двух государств. Сегодня в поселке Романтик прошло заседание комитетов органов внутренних дел Российской Федерации и Республики Абхазия. В ходе трехсторонней встречи собравшиеся обсудили вопросы по согласованию и координации взаимодействия в ведомств на приграничных территориях. Из Архызы Алихан Лепшоков. На встрече представители внутренних дел Карачаева Черкесии Краснодарского края Республики Абхазия обсудили все вопросы, происходящие на приграничных территориях. По словам работников полиции, эти встречи позволят открыто взаимодействовать в вопросах розыска преступников, обмену информацией и решению других служебных вопросов. Данная встреча приносит положительный результат. Во-первых, руководители непосредственно встречаются друг с другом, обсуждают проблемы, которые имеют место быть в той или иной степени на тех приграничных территориях. Пути их решения сегодня была трехсторонняя встреча, на которой присутствовали, как я уже сказал, сотрудники МВД Республики Абхазия, Главного управления МВД России по Краснодарскому краю и МВД по Карачаево-Черкесской республике. Это добавит оперативность решаемых вопросов и обмену информации между Республикой Абхазии и Российской Федерацией. Естественно, сотрудники вживую обсуждают проблемы насущные, которые происходят преступления, как на территории Республики Абхазии, так и на территории Российской Федерации для оперативного реагирования. На встрече стороны определили направление, по которым будет взаимодействие ведомств. В основном это рост похищенного и угнанного авто- и мототранспорта, пресечения фактов контрабанды и незаконного оборота оружия и наркотиков. Сегодня на заседании была отмечена как раз проблема краж и угонов автотранспорта. Он актуален на сегодняшний день, не критичен. Достаточно много положительных примеров, когда мы вместе, обменясь информацией, раскрываем эти преступления, возвращаем похищенные автомобили. Это не критичная ситуация, но мы видим, что она может развиваться и в негативную сторону. Поэтому сегодняшняя встреча позволила еще раз поставить акценты над этой проблемой. Очень важный момент я хотел бы отметить, который лично я для себя вынес на сегодняшнем заседании и совещании, это то, что человеческое общение ничто не заменит. И формат данного заседания позволяет нам поближе узнать друг друга, познакомиться. Это позволит и в дальнейшем решать более оперативно те служебные задачи, которые перед нами ставятся. В завершении встречи стороны подписали соглашение, которое будет действовать в текущий период до следующего заседания. Алихалип Шоков, Ислам Урума, Вести Карачаева, Черкесия, Романтик, Архыз. Сегодня в Черкесии прошел митинг, посвященный открытию мемориальной доски бывшему первому заместителю прокурора Карачаева-Черкесии, государственному советнику юстиции третьего класса, заслуженному юристу республики, почетному работнику прокуратуры России Зульфе Абдуловне Баташевой. Рассказывает Мураджан-Гезов. Выступившие рассказали о том, каким прекрасным человеком и настоящим профессионалом своего дела была Зульфа Баташева. Ее всегда отличали такие качества, как добросовестный труд, внимание к человеку и умение работать с людьми. Население республики, простые люди очень уважали ее, ценили. И сегодняшняя мемориальная доска, которую мы сегодня открываем, это знак памяти Зульфа Абдуловны Баташевой, но имеет большое значение, воспитательное значение для молодежи, для молодых работников прокуратуры, работников правоохранительных органов и в целом для молодежи Карачаева-Черкесии. Зульфа Баташева родилась в 1947 году в Киргизии в семье незаконно депортированного участника Великой Отечественной войны Абдула и Хаджат Баташевых. Закончила школу с серебряной медалью, затем годы учебы в МГУ имени Ломоносова. Несколько лет проработала судьей, но настоящее призвание ее нашло в органах прокуратуры. Она была специалистом высочайшего класса, и как человек тоже высочайшего класса. Описать, рассказать словами за какой-то короткий период невозможно о ней. Столько в ней было добра, столько в ней было позитива. Она действительно внесла огромный вклад в дело укрепления правопорядка в нашей республике. В 1996 году первому заместителю прокурора республики Зульфе Баташевой был присвоен классный чин, государственный советник юстиции третьего класса. Это приравнивается к званию генерала. Она на тот период и сегодня первая женщина-генерал в нашей системе. Это не только для Кавказа. Поэтому Зульфа Абдуловна была и есть лучшее, что в нашей системе есть в Харачаево-Черкесии. Поэтому ее можно охарактеризовать как человека, как профессионала, только в превосходной степени. Вспоминая Зульфе Баташевой, выступившие отметили ее необыкновенную эрудированность и обладание энциклопедическими знаниями. Деловые личностные качества снискали ей заслуженный авторитет среди коллег и сотрудников правоохранительных органов. В ответном слове родственники поблагодарили собравшихся за участие в увековечивании памяти выдающегося прокурора. Я глубоко вам признательна за сегодняшний день и я от всей души желаю, чтобы вы были долго-долго здоровы и счастливы. Память о прекрасном доброжелательном человеке, о хорошем учителе и талантливом юристе Зульфе Баташевой навсегда сохранится в сердцах тех, кто ее знал. И увековечена мемориальной доской в доме, где она прожила последние годы жизни. Мурат Жантьюзов, Роберт Джигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. И вести из оперштаба. Сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 10 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших составило 20 569 человек. Из них 20 228 выздоровели, 107 человек госпитализированы. Но сейчас время прогноза погоды на завтра. Слово нашим синоптикам. В Черкесии ночью без существенных осадков, днем кратковременные дуще-гроза, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 11-13, а днем 22-24 градусов тепла. Лето будет чудесным с Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это «Большие вести» в прямом эфире. Мы продолжаем. Чтобы остановить поезд, нужно время. Прервать жизнь достаточно и мгновения. Сегодня Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам. Информационно-пропагандистская акция, призванная повысить культуру, безопасность поведения, прошла и в Карачао-Черкесии. Ахмат Халкечев продолжит. Акция организована во взаимодействии Минпромтранса Карачаевой-Черкесии, Армавирской станции путей РЖД и отдела ГИБДД «Черкеска». Главная задача мероприятия – напоминание водителям и пешеходам о необходимости особой бдительности при переходе железнодорожного переезда. Об этой необходимости твердят и печальные цифры статистики прошлых лет. В 2017 году на переезде в поселке Иркен-Шахар пострадала целая семья. Дорожное транспортное происшествие унесло жизни четверых человек. В том числе и несовершеннолетнего ребенка. Также два происшествия произошли в селе Знаминка в 2019-м, в которых обошлось без летальных исходов. Мы, конечно, постарше, кто много чего видел. Одно, молодежь, только в интернете может что-то узнать. А так вот общения никакого, в принципе, нет. Спасибо вам. Правильно, правильно. За 2020 и 2021 годы в Карачаево-Черкесии происшествий не было, что является следствием регулярной информационно-пропагандистской работы, отмечает начальник отдела Минпромпрансар-Республики Азамат Джагапиров. Безопасность дорожного движения, в том числе и на железной дороге, и на автомобильных трассах, это ключевая задача министерства. И в этом направлении ведется постоянная работа. И в дальнейшем она будет вестись для профилактики, для предотвращения, для уменьшения количества случаев ДТП на железной дороге. Самые частые нарушения, как рассказывает дежурный по проезду Иван Пугачев, проездно запрещающийся цветопора, попытки проскочить и объехать шлагбаум. Но вне переезда, особенно легковушки, застревают на рельсах. И в этом случае гибель самого нарушителя – самая малая из того, что может произойти. Дело может закончиться крупной катастрофой и большим количеством жертв и пострадавших. Акмак Алкищев, Роберт Жигутанов, Вести Карачаева, Черкесия. Жизнь после пандемии постепенно возвращается в свое русло. Возобновились гастроли артистов, театры представляют свои новые постановки, и у зрителя появилась хорошая возможность посмотреть интересные спектакли. Один из них – «Зов джунгли», который представил в Черкесский театр кошек Юрия Куклачева. О пушистых актрисах, их актерском мастерстве и о уроках доброты в репортаже Светланы Шагановой. Новая программа «Зов джунглей» – это увлекательное путешествие в волшебную страну, где люди и кошки разговаривают на одном языке и ведут борьбу с пиратами. Открывается волшебный занавес, и четвероногие артисты уже готовы выйти на сцену. В спектакле «Зов джунглей» задействованы 20 кошек, есть и собачки. На сцене царит волшебство, и дети переносятся на пиратский остров. Но злодеям не удается навредить животным. Грациозные кошечки так удивили пиратов, что они захотели вместе с ними дарить людям радость. В театре Юрия Куклачева не просто кошки и собаки, они гордо несут звание артист и также занимаются по системе Станиславского. И зритель верит, что кошки – настоящие профессиональные актеры. Всего в театре 200 кошек, и у каждой своя роль. И все спектакли неповторимы. В них переплетаются сказочные и романтические истории. И через любовь к животным люди становятся добрее. Дети видят, что силой добра и любви можно творить чудеса. Скажите, а как кошечки от пандемии пережили? Хорошо, спокойно кушали. В антракте Юрий Куклачев рассказывал детям о своих пушистых актрисах и дарил всем автографы на своих книгах «Уроки доброты». В ней увлекательные истории про кошек. Книга помогает детям вырасти добрыми, хорошими людьми, относящимися по-человечески как к кошке, так и к каждому живому существу на планете. Видите, как дети у вас в Черкесске хотят читать. Читать, учиться. Они молодцы. Театр кошек Юрия Куклачева – территория любви и доброты. Только в такой атмосфере с кошками можно создавать необыкновенные номера. Юные зрители в восторге и полны впечатлений. Мне очень понравились кошки. Они красивые были. Нам, конечно, нравится этот спектакль. И кошки, и коты, и то же. Очень понравилось, когда собака ехала на самокате. Все прекрасно, все чудесно. Особенно артисты красивые. Пушистые, наверное, артистки вам понравились. Особенно кошки. Мне понравилось все-все представление. Это очень классно. Очень-очень. Я люблю кошек и собак. Театру кошек Юрия Куклачева уже более 20 лет. И он единственный в мире. Потрясающий руководитель. Мягкие и пушистые заряжают позитивом, дарят море положительных эмоций и путешествия в волшебный мир кошек. Светлана Шаганова, Ислам Урумов, Вести, Карачаево-Черкесия. Таким был четверг «Карачаево-Черкесия». Прямо сейчас продолжение сериала «По разным берегам». Приятного просмотра и ждите Вести. Продолжение следует...